Представляю я здесь две страны, Украину и Казахстан. Я являюсь гражданкой Украины, но руковожу Международной научно-исследовательской лабораторией Павлодарского педагогического университета Маргулан-центра в Казахстане. Зовут меня Татьяна Крупа. Поэтому у нас праздник мы уже начали отмечать 25-летие МИЦАИ в Самарканде, вот института ЮНЕСКО. И сегодня мы продолжаем, потому что всё это идёт в рамках празднования Дней Всемирного культурного наследия на Узбекистане. И это очень здорово, потому что археологическое наследие, которым мы занимаемся, является тоже частью этого мирового наследия. Завтра у нас будет секция. Мы готовим проблемные обсуждения и выпуск проблемного документа, который, надеемся, облегчит жизнь археологам не только всей Центральной Азии. Сохранность и популяризация наследия очень важны. Это, с одной стороны, наша гражданская необходимость защитить то, что осталось нас от предыдущих веков, а с другой стороны, это ещё и развитие туристической области, безусловно, отрасли. Поэтому это крайне важно, две позиции, и их нужно очень умело сочетать. Чем и занимаемся мы в рамках международного сотрудничества в Институте Центрально-Азиатских исследований ЮНЕСКО в Самарканде, ну и, соответственно, в Узбекистане и регионе в целом. В Хиве впервые, в Нукусии я ещё не доехала, вот Ургенч прилетели вчера, конечно, понравилось все эти памятники, я как историк, археолог и реставратор прекрасно знаю, но вот с огромным удовольствием посмотрела. Город дышащий, город очень красивый, вообще страна красивая. Я родом сама с Харькова, и в 43-м году нашу Харьковскую область, Харьков, освобождала много узбеков. Они лежат в братских могилах, поэтому ваша страна мне не чужая, я приезжаю в Узбекистан не первый раз, и всегда с особым трепетом знакомлюсь с новыми вашими памятниками, потому что, ну, они того стоят, и страна этого стоит. Поэтому хочу пожелать дружественному Узбекистану процветания, его гражданам здоровья и благополучия. Спасибо.